Зеееей, ровнород! С вами Гусев Александр и Глафи Геймс, как всегда, на связи. И вот, собственно говоря, я дождался, когда начнут выходить новинки. Вчера мы с тобой обсудили новенький Monster Hunter Rise на ПК, а уже сегодня я пришел к тебе с неоднозначным проектом под названием The Anna Cruises, который, ну, очень сильно хочет быть похожим на Left 4 Dead, но у него что-то не получается. А что в итоге? Давайте, друзья мои, смотреть вместе. Так, The Anna Cruises является кооп-шутером, друзья, от первого лица. За разработку отвечает студия Stray Bombay, который основал бывший сценарист, на секундочку, Portal и Left 4 Dead, если помнишь такие проекты, ну и эпизоды Half-Life 2, по-моему. Его зовут Чет Фальжек, или Фалижек, извините, если я неправильно поставил ударение. Короче, действия игры разворачиваются на огромном космическом корабле, терпящем бедствия, ну да, как бы еще. И выжить удалось не всем, а только четырем счастливчикам. У нас, значит, друзья мои, в команде Смоуглая Несса, молодая азиатка Лю и красавчик Лэнс. Ну и, конечно же, куда же без чернокожего парня с офрошечкой по имени Гайон. У каждого свой наряд, который, по словам разработчиков, мы сможем в будущем когда-то там кастомизировать и так далее. А самое грустное для меня оказалось, что информации с описанием или там коротенько перед историей о каждом герое совсем нет и вряд ли будет. По факту перед нами просто четыре тела, которые сражаются с пришельцами, а в перерывах могут перекинуться парочка диалогов. В общем, ничего такого, на чем хотелось бы заострять твое внимание. Начало тоже у нас это-таки специфическое. Довольно все сумбурно у нас разворачивается. Наша четверка попросту выбегает из лифта космического корабля и пробивается вперед через огромные пустые залы и запутанные коридоры. Скажу как есть и не буду юлить, дружище. Помещения в игре не блещут ни декорациями, ни разнообразием. Стандартные, ничем не примечательные пустые коробки, раскрашенные в яркие цвета. Да, конечно, помещения обильно населены всяческими зомбоидами. Это такие бывшие, бывшими людьми вроде, да, которые очень сильно напоминают мразюхи из Half-Life. Ну, по крайней мере для меня. И те, которые, вот, помнишь, с паразитами на голове. Думаю, ты помнишь. И признаться тебе честно, сколько я не искал инфы от разрабов, буквально в каждой статье они все до единого расхваливали свой и драйвер, который управляет всеми аспектами игры. То бишь, чтобы ты поднимал время от времени и включает и насылает на тебя так называемую Орду, состоящую из разного рода монстров. Тебя будут трахать громилы, тебя будут трахать хвататели и тебя будут трахать плевуны. Да, это все мы уже видели. И из необычного можно выделить только пришельца, такие, которые заливают тебя слепящим светом. И честно сказать, елки-палки, ну, художник, который придумал этот дизайн чудовищ, мужик, я бы тебе руки оторвал. Хотя, кто я такой, чтобы судить? Может, даже кому-то и понравятся такие монстры. И тут мы незаметно перешли к самой пикантной теме, а именно пушки. Много пушек. Это я, типа, хотел спародировать слова Джона Уика, ладно, забей, я вырежу. Так вот, арсенал героев состоит всего из четырех пушек. Это бесконечный лазерный пистолет, энергетический пистолет-пулемет, ПП-шечка, да, плазменная автоматическая винтовка и дробовик-бластер. Тихо-тихо-тихо, не спеши плакать. Да, оружия тут действительно мало, и экспериментировать особо-то не с чем, но в качестве специального оружия иногда можно найти, там, и дуговую винтовку, лазерную винтовку или турель. А также несколько разновидностей метательных бомб и лекарственных препаратов. А ну, блин, ладно, стой, не бей, я забыл про энергетический взрыв. Чтоб ты понимал, вместо спринта, типа на клавишу shift, привязана способность, создающая ударную волну вокруг героя, чтобы отбросить врагов. Полезная штуковина, поскольку орды всегда спавнятся слишком близко и группе, и, как правило, прут сразу с нескольких сторон. Также стоит отметить, что на локациях будут разбросаны устройства, при взаимодействии с которым герои могут выбрать один из трех рандомных перков. На выбор там есть увеличенный магазин для оружия, есть быстрая реанимация товарищей в сражении, повышенная скорострельность пушек и, ну да, все. Короче говоря, ничего такого, чтобы заставило поднять твой перчик. Все это мы уже видели давно и в других проектах. Из такого, о чем ты должен обязательно знать, это то, что тебя будут ждать напрочь сломанная стрельба, однообразный дизайн оружия, да, и некоторые проблемы со звуком стрельбы. У меня бывало и такое, что попадания попросту не реагались, а вот эти вот огоньки, с которых ты стреляешь из бластеров, они просто летят сквозь текстуры. Ну как, зачем, что, почему, за что? Я не виноват, да. И, мало того, враги просто вяло вялятся манекенами в кучу, их тела не получают повреждений, и только зеленая кровь, блин, растекается по полу примитивной такой двухмерной текстуркой. В защиту игры я скажу, да, ребята из Stray Bombay предупреждали, это у нас ранний доступ, и имеющиеся у игры временные проблемы с оптимизацией тоже будут. Тем более, как я заметил, ко всему прочему, она Крузис при всей своей простоте, она умудряется здорово загружать твой ПК. Короче говоря, перед нами довольно-таки сырой однообразный проект, который вряд ли сможет удержать тебя хотя бы на пару ночей, особенно при ее нынешних проблемах. Да, и если играть, то, конечно, только в коопе, потому что в соло это попросту все тяжело пережить, и не смотреть без слез. Сразу скажу, что хоть и игрушка у нас в раннем доступе, покупать я ее не рекомендую. Хотите попробовать, пожалуйста, оформляйте подписку Xbox Game Pass для ПК, и играйте сколько угодно, главное бесплатно. Ну а на этом у меня все, тебе спасибо за внимание, а также прожитый палец вверх. Не забывай подписываться на наш канал, а также бить в колокол, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч и всем пока-пока.